Добрый день, дорогие друзья! Грыжи – тема этого небольшого видеорассуждения. И латинское слово «херния» означает выход части или всего органа за пределы полости его нахождения. И различают мозговые грыжи – легочные, мышечные и вентральные, то есть грыжи живота. И есть духовные и физические причины для появления грыж у человека. Принято так считать, что по наследству человеку передается слабость отдельных его органов или в том числе предрасположенность к грыжам. Есть духовные причины, такие как страхи, стрессы. Есть давление физическое на человека, а есть духовное давление, при котором у человека происходит сбой в работе целостности его организма. И как физическая слабость, так и чрезмерные физические нагрузки могут привести к появлению грыж. Бывают врожденные грыжи и бывают приобретенные грыжи. И, как правило, лечение уже появившихся грыж сводится к хирургическим мероприятиям. Это пластика, это разного рода сетки. И это помогает отчасти на время. Но затем, если не убирать духовных причин и не изменять своего питания, а также физической активности, то грыжи могут появиться вновь, что и часто происходит. Поэтому, как профилактика, это фитнес, но не весь фитнес спектр, а наиболее благоприятным является плавание. Кроме того, йога, кроме того, упражнения с тренажерами с небольшими весами, обычная гимнастика и лечебная гимнастика, хорошая профилактика для грыж на физическом уровне. Духовный мир человека необходимо поменять. И прежде всего, человек должен обратиться к Создателю и обратиться в прямом смысле этого слова и духовно, и физически, то есть искать его волю в своей жизни. Принимать Бога и считаться с Ним во всех сферах своей жизни. И тогда Бог уберет страхи и стрессы из его жизни или сведет их до минимума. И будет помогать человеку в его обстоятельствах жизни. Грыжи. Как часто они появляются у людей. Просуждайте вы об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.